Трехмерная киносказка «Алиса в стране чудес» Тима Бёртуна уверенно бьет рекорды проката как за границей, так и в России. Но абсолютного лидера фильм «Аватар» пока не догнала. В чем причина? Есть ли просчеты прокатчиков? И снял мой коллега, автор ведущей программы «Индустрия кино» на канале «Россия-24» Иван Кудрявцев. В ближайшие уикенды «Алиса в стране чудес» точно станет вторым самым кассовым 3D-релизом в истории после «Аватара» Джеймса Кэмерона. По сборам фильм Тима Бёртона очень быстро догоняет мультик «Верх», который до этого считался самой успешной анимационной лентой в формате 3D. На российском рынке коммерческий потенциал «Алисы» явно недооценили. Спрос намного превышает предложения. Каждая копия «Алисы» в условном 100-местном кинозале в сутки собирает 4,5 аншлага. «Аватар» на этой же стадии собирал 3. Это весьма многоуровневый фильм. Но гений Тима в том, что он умеет работать последовательно и очень конкретно. Он берет сложную задачу и делит ее на множество простых. Для нас, актеров, это значит больше свободы, больше возможностей для импровизации. За два уикенда в России «Алиса» набирает 31 миллион долларов и теряет аудиторию чуть медленнее, чем «Аватар», который набирал за тот же период 40 миллионов, имея в два раза больше экранов. «Алиса» уже в десятке самых кассовых фильмов российского проката и вполне может претендовать на второе место в этом рейтинге. Мы даем зрителю серьезный повод купить билет, вместо того, чтобы скачивать из сети пиратскую копию. Создаем события в киноформате. Ведь если говорить о 3D, то в домашних условиях подобный эффект еще недостижим. Итак, рыночные возможности 3D шире, чем считалось. Трехмерные блокбастеры с живыми актерами работают лучше, чем 3D-мультфильмы, которые еще недавно безраздельно властвовали в этом премиальном секторе кинопоказа. Это предсказывал Джеймс Кэмерон, и это уже учли в своих бизнес-планах крупнейшие голливудские студии. В 3D нам покажут все флагманские игровые фильмы года, будь то «Битва Титана» в студии «Ворнер» или «Диснеевский трон». Субтитры создавал DimaTorzok